Четыре колеса, конечно, надежнее, но два – это свобода от условностей и стереотипов. Так считают многие водители, выучившиеся на права категории А. А потому рассекают на мотоциклах не только по городским улочкам. В поисках новых эмоций и адреналина они гоняют по бездорожью, выявляя между собой самых быстрых и техничных. Для того, чтобы мотоциклисты могли промчаться по пересеченной местности и показать свой агрессивный стиль езды, на базе отдыха Кулига-парк полтора месяца готовили шестикилометровую трассу. Ее сложность обуславливалась не только холмистым рельефом, но и естественными препятствиями. Бензопила, лопаты, кирки и газонокосилка. То есть это то, что дело. Причем, хочу отметить, бензопила не для того, чтобы валить деревья, а как раз таки выбирать те деревья, которые уже лежат сваленные. Но сваленные деревья мы, наоборот, на трассу еще больше наваливали, потому что это для них препятствие, для мотоциклистов, технический элемент, который они должны преодолевать. Там специально так сделано, что там даже опытные спортсмены могут ошибиться. То есть бревна в таких местах, бревно за бревном, допустим. Перелететь два бревна тяжело, если они через метр на расстоянии. Ну и в подъемах бревна еще лежат. Ну и корни тут такие скользкие как бы. Эта дисциплина мотокросса называется эндуро. На состязания по ней, которые не проводились в Кулигопарке, шесть лет. Заявилось 66 экстремалов. Это моя вторая гонка. Первая гонка была в Каштыме. Ты едешь в эти горы, ты кайфуешь, когда ты едешь. Когда вот эти спуски. Вообще классно. Мне нравится. Погонять по Тюменской трассе решили и гости из соседних регионов. Среди них представитель Каменско-Уральского Алексей Токарев. Перед стартом несколько слов на ушко ему шепнула жена Владимира, которая к увлечению супруга сначала относилась с опаской. Сначала боялась, потому что были травмы. Мы три раза лежали в больнице с различными переломами. Но потом уже поняла, что не изменить и придется свыкнуть со всем вот этим делом. И приняла. Сейчас вместе с ним езжу на соревнования, поддерживаю его, очень сильно болею за него. Большинство участников с мотоциклами знакомы давно. Но многие впервые оседывали железного коня в детстве. На технике мотоциклетной давно уже катаюсь. Наверное, с класса, наверное, с пятого, с шестого, наверное. Вот. На всех мотоциклах, на всех видах катался. Конкретно вот на эндуро сел в том году. В Тюмени есть масса мест, как бы, для эндуро. То есть и карьеры есть там за Боровским, и в Багандинске можно там места есть покататься. Если конкретные тренировки, то воронинские горки, здесь кулига-жемчужина. То есть, если есть прицеп, как говорится, можно найти место достаточно. Ну и в дождь тоже мы гоняем. То есть, как говорится, не только когда тепло и солнышко, и сухо. Мы как бы пытаемся испытать и на грязном грунте себя. То есть, как говорится, повысить свой скилл. Но для того, чтобы повышать свой скилл, для начала необходимо найти мотоцикл и приобрести экипировку. Каждый гонщик обязан иметь на голове шлем, на теле нагрудник, на ногах, на коленнике и специальную обувь – мотоботы. Что касается транспортного средства, то… Экземпляры разные есть. То есть, это средний мотоцикл, то есть, эндуро-класса. Стоимость там до 250 тысяч рублей. То есть, в зависимости, где приобретаете, в ком состоянии. То есть, тут все это разнообразно. То есть, можно, есть люди на питбайках катаются. То есть, по стоимости они вообще до 600 тысяч. В категории эндуро-А, где спортсменам нужно было преодолеть шесть кругов, победу одержал Александр Лобутин из Озерска. В разряде с литерой «Б» сильнее всех оказался Евгений Васильев из Заводууковска. Представительница Краснотуринска Александра Шабанова стала сильнейшей среди девушек.